За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 139 происшествий. Из них 11 преступлений, 7 из которых раскрыто. По четырем проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечен к ответственности 71 гражданин за распитие алкоголя и появление в общественных местах состояния алкогольного опьянения. За неделю произошло 26 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет. Причинен материальный ущерб. Оперативно-профилактические мероприятия. В целях розыска лиц, скрывшихся от органов дознания следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших, в период с 15 по 16 марта текущего года на территории Ненецкого автономного округа проведена межгосударственная оперативно-профилактическая операция под условным номинованием «Розыск». В ходе проведения операции найдены двое граждан, находящиеся в розыске по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В первом случае сотрудниками полиции задержан гражданин с 76 года рождения, находившийся в розыске, который согласно постановлению Наринмарского городского суда обвинен в совершении преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Разыскиваемый был доставлен полицейскими в Наринмарский городской суд, где ему была избрана мера пресечения подписка о невыезде. Во втором случае оперативниками задержан гражданин с 72 года рождения, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса, кража. Разыскиваемый доставлен в отдел по организации дознания окружной полиции. Также в ходе проведения экспертизы по фрагментам костных останков, обнаруженных 2 сентября 2014 года на берегу моря между реками Шойной и Комбальницей Ненецко-Автономного округа, установлено, что они принадлежат Карташову Михаилу Алексеевичу, 63-го года рождения, уроженцу села Мизень Архангельской области, который находился в федеральном розыске УФСИН России по Архангельской области по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также числился без вести пропавшим на территории Ненецкого автономного округа. В целях проверки соблюдения ранее судимыми лицами ограничений и обязанностей, установленных в отношении них судом, оказания профилактического воздействия в период с 16 по 17 марта на территории Ненецкого автономного округа проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор», в ходе которого проверено 70 лиц, из которых 48, состоящих под административным надзором. Составлено 12 административных протоколов по части 1 статьи 19.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. 13 марта на территории Ненецкого автономного округа стартовал первый этап всероссийской акции «Сообщие, где торгуют смертью». Она продлится до 24 марта. Целью данной акции – организовать привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, обеспечить сбор и проверку оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. Жители Ненецкого автономного округа могут сообщить информацию о наркопритонах, точках сбыта наркотиков, фактах культивирования наркосодержащих растений, а также о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, нарушении правил нелегального оборота наркотиков и других преступлений и правонарушений можно направить на электронный адрес ОМВД мвд 83 собака мвд.gov.ru либо оставить сообщение на сайте приема обращений, а также о данных фактах можно сообщить по телефону 8 911 650 57 49, а также на телефон доверия ОМВД России по Ненецкому автономному округу 8 818 53 421 52 Отдел по контролю за оборотом наркотиков по телефону 8 818 53 426 42 или 421 40 Анонимность гарантирована. Уважаемые жители, в период времени с 1 по 30 апреля на территории Ненецкого автономного округа пройдет акция «Российский паспорт» за три дня с целью популяризации и получения государственных услуг в электронном виде по оформлению и выдаче паспорта гражданина Российской Федерации в сокращенные сроки. Жители округа имеют возможность принять участие в акции при соблюдении следующих условий. 1. Регистрация по месту жительства заявителя на территории Ненецкого автономного округа. 2. Обмен паспорта гражданина Российской Федерации должен быть по причинам достижения возраста 20 лет, достижения возраста 45 лет, изменения установочных данных. 3. Паспорт гражданина Российской Федерации прилежащей замене должен быть выдан территориальным органам Федеральной миграционной службы Ненецкого автономного округа. Например, УМВД России по Ненецкому автономному округу Архангельской области. Отделом Федеральной миграционной службы России по Ненецкому автономному округу. Отделом по предоставлению государственных услуг гражданам Российской Федерации Управление Федеральной миграционной службы России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 4. Заполнить и направить заявление на выдачу паспорта гражданина Российской Федерации в электронном виде через личный кабинет Единого портала государственных услуг по адресу www.gosuslugi.ru. Оплата госпошлины будет с учетом скидки 30% и будет составлять не 300 рублей, а 210 рублей. За порчу или утрату паспорта гражданина Российской Федерации не 1500 рублей, а 1050 рублей. Напоминаем, что зарегистрировавшись один раз на Едином портале государственных услуг, гражданин имеет возможность без потери времени и ожидание в очереди получить необходимые услуги как по вопросам миграции, так и в отделе ГИБДД, учреждениях здравоохранения, ЖКУ, налоговой инспекции, отдела ЗАГС и другие. Предоставление оригиналов документов и получение готового паспорта гражданина Российской Федерации в отделе по вопросам миграции УМВД России по Ненецкому автономному округу гражданину назначается индивидуально в удобное для него время, без потери личного времени и ожидания в очереди. К сведению, готовность паспорта гражданина Российской Федерации можно отследить в личном кабинете на Едином портале государственных услуг. При возникновении вопросов по получению паспорта гражданина Российской Федерации звонить по телефону. 8 818 53 402 72 14 марта текущего года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления Министерством внутренних дел России по Ненецкому автономному округу получили информацию о том, что в подвальном помещении, расположенном по улице Ленина, дом 29, проводятся азартные игры. По данному адресу сотрудники полиции уже неоднократно пресекали организацию незаконной игорной деятельности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий факт незаконного проведения азартных игр с нарушением требований федерального законодательства подтвердился. В результате проведенных мероприятий оперативниками были изъяты денежные средства, 5 мониторов, 2 модема, 5 системных блоков, 2 мобильных телефона и банковская карта. В настоящее время по данному факту органами внутренних дел проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Уважаемые граждане, обо всех факторах организации и проведении азартных игр на территории Ненинского автономного округа граждане могут анонимно сообщить по телефону доверия по МВД России по Ненинскому автономному округу. 8 818 53 421 52. Анонимность гарантируется. 16 марта в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома по улице Победы поселка Нельминос Ненинского автономного округа обнаружено тело мужчины 69 года рождения с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехала следственная оперативная группа. Полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них нанес другому два проникающих ножевых ранения в область сердца. От полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящее время следователь Наринмарского межрайонного следственного отдела СК РФ по Архангельской области Ненинскому автономному округу задержан подозреваемый в совершении преступления в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. И в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство». Сотрудниками полиции гражданин помещен в изолятор временного содержания Управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу. Очередной факт телефонного мошенничества зарегистрирован на территории Ненинского автономного округа. Так, 7 марта текущего года жительница одного из населенных пунктов Ненинско-автономного округа прилетела в город Наринмар для того, чтобы ей сделали операцию в Ненинской окружной больнице. После посещения врача-хирурга женщине необходимо было сдать медицинские анализы. После того, как анализы были готовы, потерпевшая пришла в поликлинику и в регистратуре забрала их вместе с амбулаторной картой. Когда жительница округа пришла домой, ей на мобильный телефон позвонил неизвестный номер и женщина, представившись медицинской сестрой регистратуры поликлиники, сказала, что не может найти ее медицинскую карту, на что потерпевшая ответила, что амбулаторная карта находится у нее и после обеда она пойдет на прием к врачу-терапевту. Жительница округа удивила, откуда работник регистратуры может знать ее номер мобильного телефона. Также в ходе телефонного разговора медицинская сестра сказала, что передает трубку стоящему рядом врачу-гематологу, которая сообщила заявительнице, что у нее очень плохие анализы и ей необходимо провести экстренное лечение. После всего сказанного врач-гематолог попросила потерпевшую не бросать трубку, а сама тем временем начала общаться с другим врачом, якобы уговаривая его помочь потерпевшей. Через несколько минут уже другой врач сообщил женщине, что необходимо 145 тысяч рублей, чтобы начать лечение и приобрести необходимые лекарственные средства. Женщину сильно испугали слова медицинского работника, и она сказала ему, что у нее есть данная сумма. Телефонный аферист сказал ей, что купит необходимые лекарства и отправит их на указанный потерпевший адрес. Мошенник продиктовал женщине номер банковской карты, на которую необходимо перевести денежные средства. Сразу же после этого разговора жительница округа поехала в отделение банка и перевела 145 тысяч рублей на указанную в телефонном разговоре банковскую карту. После осуществления перевода денежных средств потерпевшая перезвонила на якобы номер медицинского работника и сказала, что деньги на банковскую карту поступят в течение суток. На что мошенник уверил заявительницу, что лекарство будет куплено и сразу же ей отправлено. На следующий день женщина взяла результаты анализа в крови и пошла к врачу-онкологу для консультации. Посмотрев результаты анализа в крови, врач уверил потерпевшую, что ничего страшного в анализах нет. После разговора с врачом женщина поняла, что стала жертвой телефонных аферистов и сразу же обратилась в полицию. По факту мошеннических действий сотрудники полиции проводят проверку. 18 марта текущего года в городе Наринмаре проводились соревнования по кроссу на снегоходок на Кубок Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова. Они проводились в Ненинском автономном округе в 21 раз при участии 56 спортсменов. Итогом состязания стали 5 комплектов наград в разных категориях заездов. В гонках на снегоходах «Буран» в возрастной группе от 18 до 25 лет первым к финишу пришел инспектор отдела ГИБДД ОМВД России по Ненинскому автономному округу, младший сержант полиции Кирилл Калей. Победитель был награжден Кубком и денежным сертификатом. Руководство лично в состав Управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу поздравляет спортсмена с победой и желает ему здоровья и высоких спортивных результатов. Кроме того, общественный порядок и безопасность граждан в этот день обеспечивали 108 сотрудников полиции, а также сотрудники отдела Федеральной службы войск Национальной гвардии по Ненинскому автономному округу, добровольные народные дружины и сотрудники частных охранных предприятий. Мероприятие прошло без нарушения общественного порядка и иных чрезвычайных происшествий. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть УМВД России по Ненинскому автономному округу по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя.